Более 30 лет назад Организацией Объединенных Наций был утвержден Международный день борьбы с наркоманией. Для того, чтобы внести свой вклад в создание здорового общества, в этот день славянские активисты волонтерского антинаркотического движения провели акцию «Чистый район без наркотиков». Противодействие распространению наркотических средств – это забота не только правоохранителей, но и общественников. К сожалению, наркомания – настоящая чума нашего времени – наступает и пытается находить все новые жертвы. Для своих преступных дел наркоторговцы широко используют возможности интернета. Этому активно противостоят наши славянские ребята. Результаты есть. Спасибо вам за проделанную работу. Надеюсь, что она не заканчивается сегодняшним днем. Как я уже сказал, эта работа ведется на постоянной основе. Проводится заседание у нас с антинаркотической комиссией и по председательствам губернатора нашего, и в целом с моим участием, с участием большого коллектива педагогов и руководителей всех наших структур. Поэтому продолжаем работать. Еще раз спасибо за труд. Сайты, посредством которых распространяются наркотики, в ходе акции обнаруживались активистами, затем были составлены заявки в Роскомнадзор на их блокировку. Эта работа помогает обезопасить молодежь от возможной покупки психотропных веществ. Мы выявляем сайты, направляем их на сайт Роскомнадзора для блокировки, для того, чтобы ни один больше человек не имел к ним доступа и, соответственно, не стал наркозависимым. К сожалению, интернет-торговцы дурманом сопротивляются блокировке своих сайтов и открывают такие же новые, чтобы продолжать свое неприглядное дело. Мы, в принципе, тоже не стоим на месте. Они открывают эти новые сайты, мы их блокируем, они вновь их открывают, потому что для них это доход. А мы их вновь блокируем, тем самым спасаем нашу молодежь, молодежь Славянского района. Глава Славянского района высоко оценил нужную и важную работу участников антинаркотического движения. Общественники, не жалея своего времени, стараются сберечь молодые жизни от попадания в сети наркомании. А это дорогого стоит. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События». Константин Монастыренко.